Сокрытым оком, том 9. Тема природа. Вопрос 2270. Известно, что у животных, травоядных и хищников разное строение челюсти и зубов. У травоядных развиты лесцы и коренные, а у хищников клыки. Господь сразу их такими сотворил, предполагая концовку эксперимента с деревом познания добра и зла. Или это произошло в последствии от употребления различной пищи? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. От употребления различной пищи клыки у коровы не вырастут. Вернее, было бы предположить, что в момент согрешения все травоядные стали вдруг превращаться в плотоядных. С соответствующими изменениями в зубах и челюстях. Даниил 4.30. Та час и исполнилось это слово наудохваданурсарам. И отлучен он был от людей, ел траву как волк, и орошалось тело его ростою небесную. Так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. 13 января Иаков Незибийский. Увидел девиц с непокрытыми головами, оголенными ногами. Ему очень это не понравилось, и они тотчас посидели. Процессы эволюции на страницах Библии не практикуются, чтобы потом объяснить все делом отбора наиболее приспособленных. Этим чудо не уничтожается, но принижается. 4 декабря. Варвара. Когда она скрылась, спасаясь от отца, ее видел пастух и молча указал пальцем, где она. За это он превратился в столб, а овцы в саранчу. Рай и Эдем с ягненком рядом лев. Никто не гонится за слабым кровожадно, овечку бедную с тревогой прячу в хлев, и с ней вместе я к скале прижатый. Какой был рай, представить невозможно, что голубей моих не ловят, не терзают, не я, не коршун и не ястреб, злые рожи, мой крючконосый враг с чеченскими глазами. Не рай, а с краю вижу, представляю, как не объявлена еще война мышами, и туча саранчи не виснет над полями, как христиане все друг дружке не мешали. Камар и мошкара штурмуют на ура мое изъеденное стонущее тело. Что говорить? Та повесть так стара, как мы в грехах с Адамом закоснели. Змей ядовитый со своею свитой в жилище и в одежду заползает, а не хозяйничает, а я, как пес побитый, лишь хлопаю, спуганно глазами. О, где вы, опустевшие палаты, обители покоя, мирной жизни, тысячелетия? И нет конца расплате участник поминок за упокойной тризны. В раю был Бог, владыка, надо мной, один-единственный создатель Иегова, соседи ныне жгут, грозя пойти войной. И не обещано мне ничего другого. В раю всем хорошо. Стирает в порошок мои труды то моль, то вор в законе. Не в самый рай, но ближе на вершок. Но слышу топот, то за мной погоня. Да, я преступник, не ищу уступки, и города-убежища миную. Мой пот, щела, сотри, Иисус, твоею губкой. Блаженством рая на одну минуту. Первого июля 2004 года. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.